На центральном стадионе представители двух сочинских спортивных школ детско-юношеской спортшколы номер один и спортшколы Олимпийского резерва номер один, которую поддерживает на протяжении многих лет депутат городского собрания Сочи Геннадий Глазылин. Сегодня он побывал на соревнованиях и остался доволен уровнем подготовки юных легкоатлетов. Это позволяет детям участвовать в спорте, развиваться, заниматься спортом, достигать определенных результатов, что очень и очень важно в городе. Главное – заниматься полезным делом. И я вот с 10-го года поддерживаю эту школу, уже 7-й год, считаю, что очень важно и очень нужно для города. У нас всего две школы, которые занимаются легкой атлетикой. А спорт массовый, а спорт нужный, а спорт очень важный. Алина Кузякина на таких дорожках бегает уже 2,5 года. Собирается добежать до значимых результатов в спорте, но не всегда, говорит, все зависит только от физической подготовки спортсмена. Обычно, когда дождь, очень тяжело бежится. Ноги очень забиваются прям. А так очень хорошо. Солнце. Хорошим примером обычно становится товарищ по команде. Соченко, воспитанница спортшколы Олимпийского резерва номер один Екатерина Афледи, сегодня не участвовала в городских соревнованиях. Завтра она уезжает в составе сборной края на чемпионат Южного федерального округа. Там, получается, я буду участвовать не только за свою спортивную школу, но и за сборную края. То есть я сейчас нахожусь в сборной края. И соревнования будут в Майкопе проходить, и я буду бежать 100 метров с барьерами. Все поездки, приобретение спортивной формы нам помогает. Геннадий Михайлович Глазырин, который выделяет из своего фонда нам недостающие финансовые средства, чтобы мы могли благополучно съездить на соревнования, приобрести красивую форму, которую спортсмены достойны носить. Поддержка юных сочинских спортсменов со стороны депутатов городского собрания Сочи очень важна, поскольку только так можно выйти на более высокий уровень подготовки, показывая свои результаты не только в нашем городе, но и на всероссийских и даже международных турнирах. Елена Овсевс, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова